Всем привет! Сегодня, я думаю, будет долгожданное видео у многих, так же как и у меня. Мы сегодня с вами наконец-то организуем карточки Айдол и Дримкетчер. Первый, давайте мы с вами разложим Дримкетчер. Мне кажется, многие уже знают вот такие вот биндеры белые, есть на 5 ячеек, 6, 7, 8. Для Дримкетчера я купила, ну покажу, ладно, там на 7 ячеек, он, в принципе, такой вот белый. Я покупала на Алиэкспрессе. Спасибо, конечно же, большое ещё раз человеку, который написал, где это можно купить, потому что, ну, это прям реально самое то, что мне надо. У меня есть вот столько карточек Дримкетчер. Многие из них я, конечно же, видео не показывала, потому что забирала сама. Но я скидывала вот просто всю эту красоту, которая у меня сегодня есть, я скидывала в Телеграме. Поэтому, если что, подписывайтесь. И давайте начинать от самой ранней эры, которая карта у меня есть, до самой поздней. У меня самая первая эра, которая сейчас на данный момент есть, это, сейчас прочитаю, четвёртый мини-альбом The End of Nightmare. То есть это у нас конец ночных кошмаров, эры ночных кошмаров. До этого есть ещё одна эра, где есть селфи-карты, да. Так, у меня есть Дами и Гахён. Так, у нас, получается, Дами идёт отсюда. А Гахён у нас Макне, самая младшая, как раз за ней. Если я, конечно, не ошибаюсь, по-моему, Дами предпоследняя. По-моему, я как-то так раскладывала, кто за кем идёт. По крайней мере, надеюсь, что я не ошибусь. До этого есть ещё один сет, но там карточки, конечно, просто, честно скажу, такие пока дорогущие. Я пока туда не лезу. Следующий, для следующего сета у меня есть только Гахён. Это, тут, кстати, не подписано, что это за альбом, но мне очень нравятся Dreamcatcher задники. Я не знаю, это одни из самых красивых, прекрасных задников, которые только у меня есть в коллекции. Они очень все разные, интересные, вот с такими, вот с какими-то такими и надписями, естественно, пожеланиями, подписями, но вот ещё вот с такими вот рисуночками красивыми, видите? Да, вот. Потрясающая карта Гахён. Мне она очень-очень нравится. Она здесь вообще очень красивая, с красной помадой. Класс. По-моему, это Raid of Dream. По-моему, он. Но я не уверена. Да, потом, наверное, посмотрю всё-таки. Поэтому она у меня идёт вот сюда. Единственное, да, это очень-таки, знаете, старые карточки из старых альбомов, которые у нас, к сожалению, все в солде. Никакие заглушки я, наверное, ставить не буду. Что-то ко мне ещё должно будет прийти, тоже из старых альбомчиков. Но пока ещё всё это в Китае, в Корее. Следующий сет у меня тоже одна карточка, но я писала о ней в Телеграме. Я говорила, что это моя самая-самая любимая альбомка, которую я только когда увидела все виш-листы, я увидела вот эту карту. Я не знаю, чем она меня реально так зацепила, понравилась. Но это моя самая просто любимая карточка Юхён из всех альбомок и Dreamcatcher. Правда, я не знаю. Она мне так нравится. Это тоже для следующего сета, она у меня только одна. Это у нас... Это, по-моему, первый полноформатник начала эры Дистопия. Мне кажется, до этого, по-моему, не было. Хотя могу ошибаться. Так, Юхён. Она у нас вообще... Какая ведь вот... Я не знаю. По-моему, идёт Джи Йо, Суа, Ши Йон. Так. Юхён. Лихандон идёт. Мне почему-то кажется, что Юхён идёт... Я, честно говоря, не знаю. Давайте её сюда пока сделаем. Я правильно, да. Юхён идёт перед как раз Дами и Гахён. Всё правильно. Да, жаль, конечно, что у меня так всего лишь по одной карточке. Но эти альбомы очень-очень сложные. Кто собирает Dreamcatcher, прекрасно меня понимает. Следующая тоже сет из этого же альбома, по-моему. Да, из этого же альбома. Но у меня есть вот две карточки. Это Йо Хён и Суа. Как раз... Видите, они в такой, как у кирпичной стены. Я так... О, это точно этот сет вместе. Хотя бы две. Так, Суа у нас идёт вот сюда. И Йо Хён у нас идёт вот сюда. О, класс. Да, задники, в принципе, такие же. Задники, кстати, ничем не отличаются. Во многих альбомах сеты отличаются по цветам задников, как я как раз и определяла. А вот здесь нет. Следующий альбомчик. Это идёт тоже такой вот беленький. Да, у нас идёт здесь заглавка Бока. Это дистопия Lost Myself. По-моему, да. Такой вот сет с цветочками. Очень-очень красивый. Я бы хотела из... Из этой эры, из этих альбомов я бы очень хотела одну версию, которая просто потрясающая. На природе такая красивая, что просто я не знаю. Я очень о ней мечтаю. Итак, здесь у нас шиёла с такими цветочками в платье, на природе. Я считаю, это просто самая, знаете, лучшая эра для меня, потому что в плане концептов... Потому что карточки здесь... Да, да, они тоже с такими цветочками. Да, ну, в принципе, задники и такие вот белые. Здесь не такое разнообразие. По-моему, я что-то ещё купила, мне кажется, из этого сета. Потому что этот сет всё белое. Этот сет потрясающий, потому что, посмотрите, мне кажется, здесь карточки тоже такой же. Здесь, кстати, отличаются только шрифт. И вот, допустим, тут не написано именно имена участницы. Здесь написано. То есть сразу понятно, что это совершенно другой сет. Тоже посмотрите. Я считаю, что именно вот в этом альбоме у карточки Усуа просто, я не знаю, такие красивущие, потрясные. Не знаю, не объяснить. Поэтому, да, кто собирает Dreamcatcher, прекрасно знает, что старые альбомы, которые в Солде, которые вообще невозможно купить, ну, только если фотобуки отдельно покупать, то они как бы стоят всего дорого. Следующий сет. Я тоже поняла по нему, что это другой сет, потому что уже имена участниц у нас находятся наверху. Да, здесь у меня есть тоже Суа и Юхён такая вот в шляпе. Опять же, Суа, посмотрите, на природе такая прям в бел, да? Красивая прям вообще карточка обалденная. Юхён почему-то в здании. Ну, окей. Так, давайте положим сначала Юхён. Так, и Суа. Так. Хорошо. Для следующего сета, это тот же, тоже сет из этого же, кстати. Да. Пятый мини-альбом. Здесь у меня есть Джи Ю, Суа тоже и Дами. Да. Суа, кстати, мне кажется, из всех, наверное, есть. А, кроме первого. Да, первого у меня только не есть, остальные я её купила. Давайте, наконец-то, у меня есть хоть одна карточка Джи Ю, которую можно положить. Кого-то, мне кажется, вообще нету. Хондон ещё не было. Ни одной карты, да? Все остальные девчонки были. Ши Ён была, Юхён. Да. Классно бы вот так, да? Всех по порядку разложить. Мне кажется, конечно, с сетами будет смотреться очень классно. Но, опять же, у Дании, допустим, на улице. А у девчонок нет. Вот это, конечно, печально, что они такие, знаете, однородные, можно сказать, сеты. Но ничего страшного. Задники тоже белые. Дальше у нас пошли альбомы, которые более-менее реально достать. И дальше альбому, в принципе, можно и в продаже даже найти. Это у нас тоже дистопия, но рот-утопия. Да? Шестой мини-альбом. Здесь у меня также идёт Джи Ю. Есть. Я говорила, что это не самый мой такой любимый альбом по концептам. Но он для меня очень-очень значимый. Вот такая вот слабшая. Да, задник у них вот такие. Забыл показать, Джи Ю. Вот такой вот, не знаю, какого-то голубого, серо-голубого цвета. Но они очень для меня значимы, потому что именно в этот альбом я прям заметила Dreamcatcher. Мне очень понравилась от Ai песня. Наконец-то фондон. Карточка. Как раз она вернулась. Я уже говорила, что так получается. Шиём дальше, да. Что она вернулась с перерывом. Тоже, мне кажется, тоже какой-то такой значимый для фанатов. Момент. Так, дальше. Со следующего цвета у меня есть аж четыре карты, что очень-очень круто. У меня есть вот такая вот Джи Ю шляпе. Сейчас я покажу. О, какого она рисовала зайку. Да, здесь у них какие-то такие коричневые, да, светло-коричневые задники. Это тоже вот утопия. Дальше уже действительно карточки не так сложно достать. Дальше у меня есть тоже Ши Йон. Да, вот такой вот у неё. Так, она у нас идёт вот сюда. Так. Хондон в таком вот просто красивом платье. По-моему, это тоже все образы, мне кажется, из клипа. По-моему, она была в этом клипе. Так, она у нас идёт вот сюда. И Гахён. Такая вот. Да, я помню её фиолетовые волосы. Да, я как раз, по-моему, сейчас смотрю на этой эре. Поэтому, да, для меня эти образы как раз очень-очень знакомые. Так, итак, следующая эра у нас идёт тот альбом и лимитка, который я, в принципе, покупала, мне кажется, в релиз, либо немножечко попозже релиза. Это у нас Summer Holiday, по-моему, да, да, это Summer Holiday у меня есть из первого сета. Я не помню, по-моему, это лимитка или обычные версии. Ну, у них тоже все-все-все задники разные, очень красивого цвета. У меня тоже есть хандон. Само больше никого нету. Я не покупала карты из этого, потому что я думала, что я себе куплю ещё сет. Но в итоге я решила, что покупать сет, наверное, я не буду, раз у меня есть лимитка. Я просто докуплю карты, и всё. Здесь у меня аж четыре карты, только потому что я Джи Юда купила. А вот эти три карты мне выпали самой. Узнав, что, в принципе, у Dreamcatcher выпадают, знаете, концептные и селфи как-то вот так вот в разнобой, действительно, я помню мне в комментариях, как я распаковывала в прямом эфире, и мне в комментариях потом писали, вам так повезло, что у вас выпали селфи. Я сначала не понимала своего счастья. Здесь вот такая вот Джи Юда, очень красивая, тоже на берегу моря, на пляже, в платьишке. У них вот такой вот красивый фиолетовый задник. Да, это второй сет лимитки. И я реально не понимала своего счастья, но в итоге, когда уже больше узнала, что как в альбомах выпадают, я поняла, что действительно, да. Мне очень-очень сильно повезло, что мне три выпали селфи-карты из одного сета. Даши Ю. Карты потрясающие. Вот Summer Holiday тоже одни из моих любимых сетов. Я тоже практически все там собираю. Так, у Хандон. Так. Я когда смотрела Эры, когда ее не было, слушайте, так грустно было действительно вообще. Какие-то? Мне нравится цвет волос. Она здесь вообще просто классная. Суа такая вот с цветочками тоже в красивущем платье. Посмотрите. Надо вообще почитать, к чему здесь человечек. Не знаю. Ну, вот такая вот карточка. Наверное, буду тоже потихонечку собирать и из этих альбомов, потому что изначально я не покупала, потому что думала, куплю себе еще версии. Ну, в итоге я решила, что, наверное, из старых я все-таки куплю только лимитки. Таких мне не хватает. А обычной версии я докупать не буду. Ну, такие вот голубые. Посмотрите, какая карточка у Гахен. У них очень много таких карт, которые, знаете, вот такие вот с фильтрами. Да. Очень-очень нравится. Здесь как-то как кошечка. Очень много Гахен у меня, да, карточек? Я не знаю, почему, но, в принципе, ее недорого продают. Ее очень часто продают в разборах, вижу. Поэтому почему бы и нет. Беру. Пока продают. Следующая аэра у нас начинается Апокалипсис. И альбомчик From Us. Здесь мне... У меня была распаковка, если что, можете посмотреть. Я оставлю подсказочку. Мне здесь, по-моему, выпали Суа и Дани. А Ши Йон и Джи Йо я покупала, да. У них вот такие вот яркие, красивые, оранжевые задники. Альбомы потрясающие. Я распаковывала. Они по концептам потрясающие. И карты, опять же, очень-очень красивые. Я докупила здесь еще платформ-версию. Поэтому, когда ко мне приедет, тоже распакуем с вами, посмотрим. До этого у нас еще... Я, видите, все по порядку раскладываю. Хотя до этого альбома были еще Follow Us и, по-моему, Save Us. Но я решила, что если что, просто буду листочки добавлять. И все. Потому что смысла пропускать я не вижу. Я не знаю, сколько я точно буду собирать сетов в этих альбомах. Тоже я... Follow Us я докупила лимитку. И также платформ-версию я купила. Save Us еще тоже хочу купить лимитку. И, наверное, из старых альбомов это все. Да. Так. И у нас здесь так. О, класс! Так бы все, да, заполнить. И вот такая дамя, которая мне, в принципе, выпала сама в альбомчике. Чему я очень-очень рада. Вот. Вот здесь получше. Мне кажется, я этот сет вообще весь собрала. Потому что, мне кажется, я Юхен, Хондон и Гахен точно купила. Мне кажется, этот сет у меня полностью собран. Такие яркие задники, класс! Здесь у нас была заглавка Bon Voyage. Очень даже мне нравится. И еще один сет. Это у нас с фиолетовыми задниками. Вот с такими. И вот этот же Ю мне выпало. Тоже в альбомчике. Очень красиво. Тоже Bon Voyage. Если кто смотрит меня в первый раз, вдруг, то я не сказала, но я собираю от И-7, потому что я очень-очень полюбила эту группу. Мне она очень давно нравится. И у них потрясающая просто карта. Здесь Суа. Я когда увидела их виш-листы, я сначала хотела собирать своих биасов. Биасы у меня здесь. Это Джигио, Гахен и, наверное, Ши Йон. Да. Три таких мои биаса. Но все остальные девчонки я не могу сказать. То есть, честно говоря, они мне все норобиасы, потому что они все потрясающие. Они все талантливые, танцуют, поют. Я не знаю. Короче, я не смогла выбрать. Плюс действительно я хотела собирать своих, но по итогу я посмотрела, какие карты, и я решила, что я хочу собирать реально сеты. Это очень красиво. Я не знаю насчет мерча, которые у нас были там, фотобуки. У Dreamcatcher, кстати, в этом плане тоже не так много всего было. И, в принципе, что-то пособирать можно. Но я не знаю. Дальше у меня такая, знаете, сборная солянка будет. То, что мне выпало в альбомах. То есть здесь у нас и From Us, и последний, который вот этот... Ну, предпоследний, который альбом, вот этот Versus. Короче, я не буду читать название. Я решила, что пока положу их все вместе на одну страничку. Но когда буду, возможно, что-то докупать, возможно, я и уже буду распределять, конечно же. Да, потому что эти сеты я тоже хочу собирать, но пока решила все-таки разложить вместе. Новый альбомчик тоже ждем. Мне June все не может отправить. Я купила немножечко позже релиза, не в предзаказ, но с предзаказками. Но я взяла, знаете, чтобы подешевле было, поэтому взяла вот таких продуктов, которые очень долго отправляют. Я решила взять только основные версии. Дальше у меня будет такая страничка чисто с концепт-фото из... Ну, как концепт вот этих вот фотографий, да, карточки из всех альбомов, потому что концептные я не собираю. Я собираю только селфи, и самых первых альбомов там тоже были концептные, поэтому я их тоже не собираю. Но, возможно, когда я соберу все свои хотелки, все свои основные ассеты, которые мне нравятся, возможно, я начну и какие-то совсем-совсем старые. Они очень дорогие карты, поэтому так, знаете, быстро не соберешь. Все равно. Такая вот хандом. Поэтому новые альбомчики тоже ждем. Я себе уже определила, какие я хочу карты собирать. Лимитку я сказала, что я не брала. Я взяла, знаете, я выбирала только, думаю, ну, и то, и то не хочется брать. Я взяла себе тоже пока версии и взяла обычные версии, потому что я тоже скидывала в Телеграме. Они потрясающие в виде манги. Я не могла устоять, по-моему, да. Вот так вот. И еще сколько листочков осталось. Мне еще, в принципе, я думаю, надолго хватит. Ну, хотя кто знает, кто знает. Посмотрим. В общем, с Dreamcatcher все. Ждем новенький альбомчик. Я очень-очень рада, что наконец-то я все это разложила. Сразу, знаете, так прибавилось. Хотя как раз места еще предостаточно. Все отлично. Давайте перейдем к Айдол. Для Айдол я купила точно такие же биндеры, только на 5 ячеек. Все то же самое. Здесь также у нас три кольца. Вот эти вот разделители тоже и спереди и сзади. И тут у нас уже идут ячейки на 5. У меня таких будет 2. Первый мы с вами, наверное, разложим двойку. То есть у меня будет отдельный биндер под предзаказки, ивенты именно к двойке. Потому что я посчитала, здесь 30 страниц. И там как раз более-менее хватит на весь. А дальше второй уже расскажу, что будет во втором. Я разделила уже себе все, как более-менее будет у меня идти по порядку. Но, возможно, когда-нибудь что-нибудь будет меняться. Если какие еще сеты ко мне придут. Поэтому уже там посмотрим. Первый сет. У меня будет, наверное, один из самых любимых двойки. Это который я распаковывала совсем-совсем недавно. Это вот такой вот цветочный. С такими вот классными задниками. с ручками всех пятерых девчонок. Поэтому я решила, что этот сет я хочу положить самый-самый вперед. Чтобы именно он открывал у меня этот биндер. Ну, как обычно, раскладывала. У меня первый идет сайон. Как лидер. Потому что многие спрашивают, почему я так раскладываю. Ну, вот так. Потому что вот так. У меня всегда идет первый лидер. Да, задники все, в принципе, одинаковые. Я уже показывала. И дальше у меня идут уже все по возрасту. Дальше у нас мини. Ну, в принципе, да. Как обычно, я раскладываю. Так, и будет здесь. И шухуа. Мне кажется, все-таки с сетами это смотрится просто... Я вот сейчас смотрю, это смотрится так классно, так просто потрясающе, что нисколько не жалею, что я выбрала такой вариант именно у предзаказок. Так, давайте перейдем дальше. Мои самые любимые сеты, это вот такие вот с ручками, цветочками, с игрушками, двухсторонние. Поэтому они будут в самом-самом начале. Следующий сет вот с такими... С игрушками, с дракончиками, с потрясающими просто задниками. Это у меня пойдет пока вторым сетом. Возможно, я потом посмотрю и что-то переделаю. Но вот эти задники я обязана вам еще раз показать. Кстати, красивые просто. Тут вот такой... Ой, какой дракончик с розочкой у нее. Я не знаю, насколько сегодня выйдет это видео. Наверное, очень-очень длинное. Но карточек много. И мне хотелось все это именно в новые бидеры, да? Что и у Dreamcatcher такая новая коллекция, что у Idol я перекладываю совершенно другую. Мне захотелось это все вместе снять. Надеюсь, что вы не против посмотреть такое длинное видео. Итак, вау, так классно, наверное, смотрится. Просто задники, я вообще молчу. Следующий сет я тоже решила с игрушками. Но здесь всего лишь 4 карты без шухуа. Все уже знают. Ну, тут задники вообще обычные. Все знают почему и как. Поэтому здесь у меня будет только 4 карточки. Да, тут в двойке будет много таких сетов, где шухуа нет. Но я не знаю. Я еще думаю насчет того, чем заполнять. Мне нравится коробки на щечках. Чем заполнять эти пустые места, я не знаю. Просто пока будет пустое. Да, конечно, такой, знаете, незаконченный как будто сет. Ну, как есть. Следующий сет будет вот такой, который идет двухсторонний. Такой как поцелуйчик, я так называю. То есть он вот такой вот, да. То есть хоп и вот так. Да, я тоже очень люблю такие карточки. Если говорить про новый альбом, кстати. Я писала в Телеграме, что распаковка должна была выйти еще неделю назад. На прошлых выходных. Так, мини. Но, к сожалению, я писала, в принципе, там почему и как. Из-за почты России, конечно же. Все как обычно. Поэтому я сейчас снимаю это видео, естественно. Но еще настроение ничего нормально, кстати. Я вообще, кстати, не хотела ничего снимать, потому что настроение было просто никакущее. Все нервы мне истрепали. Я все выходные пыталась свою коробку получить, но, к сожалению, так ничего и не вышло. Я не знаю, выйдет ли завтра это видео, потому что это я планирую выпустить в субботу. Следующая решила сет такой вот и сваит. Поэтому я не знаю. Да, здесь задники вот такие. Выйдет завтра. Если выйдет, значит, я все-таки добилась и получила свою коробку. Если нет, то... Не знаю. Грустная история. Просто раньше все было идеально. У меня было другое отделение курьерской. Сейчас мне как раз в последний момент поменяли на другое. Те не возят по моему маршруту. И, к сожалению, мне попалось вот такое. Г-отделение, можно так сказать. Ну, действительно, да. Не повезло. Я раскладываю вообще просто. Это, знаете, такая красотища, такой релакс. Я очень рада, что я все-таки снимаю это видео именно сейчас. Следующий вот такой вот в шапочках. Мне просто нравится этот сет. Задники, опять же, скучные. Но мне так нравится этот сет, что я его хочу тоже сюда. Можно сказать, самое-самое первое положить. Вот. Поэтому такой релакс, действительно, такое какое-то... Успокаивает нервы. Поэтому я действительно рада, что я все-таки начала снимать. И я снимаю. Вот. Хотя нервы были на пределе, можно так сказать. Да. Ну, ладно. Разберемся. Ничего. Бывали ситуации и хуже. Ничего страшного. Да, здесь опять же без шухуа, что очень грустно. Ну, ничего. Не поделаешь. Следующий сет, опять же, у нас без шухуа. Он вот такой вот с выпускниками. Тоже задники скучные. Но он мне тоже очень, в принципе, нравится. Вообще, мне нравятся те, где они переодеваются в сеты. Мне нравятся листочки. Они очень плотные. Карточки в них ложатся. Да, здесь нужно, конечно, протекторы обычные использовать. Да, там попкорновские, еще какие-то любые там, ну, самые-таки обычные. И они здесь, конечно, что такое, ложатся и ничего не вылетает, не хлябает. То есть, они прям четко, классно в ячейках ложатся. Опять же, четвером, это вот такие вот ведьмочки с яблочками, кроме юцы, конечно. Ну, тоже вот, да, задники вот такие. Вот они все одинаковые от Майк Стара, но почему-то как-то без фантазии в этот раз. Майк Стар подошел к задникам двойки. Ну, вот эти вот с яблочками, прям, карты тоже очень-очень нравятся. Единственное, как-то, знаете, неудобно раскладывать, потому что он как-то так елузит. Ну, ладно, я поправляю, конечно. Следующий, я хочу положить обычные предзаказки. Вот это, наверное, единственное, ну, как не единственное, но у меня несколько только, можно сказать, таких предзаказов, которые до выхода альбома были. С этими я покупала свои альбомы, которые ждала очень-очень долго. Но они мне очень нравятся. Хотя они и с концептами, и с альбома, в таких вот, из богинь, да, мой любимый, можно сказать, образ из трех версий. Но они здесь с пиночками. Мне прям нравятся эти карточки. Из концептов альбома тоже должны быть, почему бы и нет. Тем более, их я собираю не так много. Все отлично. Не знаю почему, но мне прям очень нравится. Действительно, как смотрится все это с этами. Мне кажется, это было просто... Просто отличное решение сделать... Это Визму, кстати, подписано. Хорошо бы многие подписывали. Тут не подписано, но это китайский магазин. Мне, кстати, очень смешили комментарии. Это вот эти вот с принцессами такими. Мне тоже очень нравится сет этот. Мне смешили комментарии, которые, знаете, мне там одна или кто-то написали, типа... Вот знаете, вот это точно не овки. А вот эти больше похожи на овки, да. Так я думаю, сидят такие, знаете, специалисты просто. Где овки, а где не овки? Ничего, что мы его в магазинах покупали, извините меня, да. И с альбомами, без альбомов и так далее. Нет, это не овки. Я реально сижу, читаю комментарии. Хорошо, что таких комментариев, правда, очень-очень мало, немного. Я рада, что ко мне перестали приходить какие-то такие токсичные люди. Вот. В последнее время, кстати, практически вообще нет. Чему я очень радуюсь. Посмотрите, какой красивый сет. Очень мне нравится, красивый. Следующие это у нас будут кондитеры. Я тоже решила их сюда тоже разложить все так по порядку. Да. Задники. О, задники у них вот такие вот розовенькие, красивые, с макаронами. Здесь, да, здесь симпатичные задники. Поэтому, честно, я очень радуюсь, что сейчас приходят смотреть постоянные подписчики, да, людям, которым действительно нравится. Я просто действительно не понимаю людей, которые приходят, чтобы там, не знаю, что-то обосрать, да, похейтить. Не знаю. Мне кажется, я, допустим, смотрю, мне что-то не нравится, я просто выключаю и ухожу. Все. Поэтому я желаю всем тоже так же поступать. Что-то не нравится, не устраивает, выключите и идите, найдите себе другое видео, другой контент, другого блогера, который вам больше понравится. Вот и все. Так. Вот такой вот. Просто я не знаю с этами, это все смотрится вообще потрясающе. Следующий здесь у нас сет будет опять вчетвером с такими вот ленточками и с такими вот одинаковыми задниками. Тоже Майк Стар. У меня, знаете, какая задача была, кстати? Может, многие удивляются, что у меня все Майк Стар, но у меня в этот камбэк, в двойку, была, короче, такая мусорка. Мысли и задача максимум просто собрать все сеты от Майк Стар. Но, к сожалению, я ее провалила, потому что Майк Стар в конце, когда в конце мая, в мае, по-моему, в летом, перед анонсом нынешнего iSway, да, камбэка. Так вот. Так, дальше тоже вот эти вот выпускники, тоже вчетвером. Задники тоже вот такие черные. Они нам выпускали столько, там, не знаю, мне кажется, шесть раундов было или что-то. И я вот, которые я показывала, я только два брала. И, по-моему, было реально то ли шесть, то ли восемь. Я такая, извините, нет. Вот, хотя вот эти все ивенты, которые выходили от Майк Стара, я старалась брать. По-моему, был еще китайский Майк Стар, там они тоже были только вчетвером. Там были карточки с кольцами что-то, опять с ручками сзади я тоже взяла. Да, как раз они из Китая едут. Вот их я взяла, да, то есть даже китайский Майк Стар. Но вот эти раунды, к сожалению, нет. Потому что в мае очень много всего было, кто знает, тот знает. Да, у меня уже распаковки вышли майских всяких релизов. Поэтому я такая, не-не-не, я себе взяла только два, которые мне больше всех понравились. Все. Следующий вот такой вот из Ревенш в шарфиках. Задники, да, задники. Это как раз в последнем видео распаковывала. Да, с такими вот розовыми задниками. Хотя нет, вру. Я себе, знаете, какой докупила сет. Все-таки решила тоже к двойке. Тоже уже едет ко мне. Это, по-моему, что-то с пикником связано. Мне тоже, в принципе, понравился этот сет. Я просто потом жалела, что я его не взяла. Такое, видишь, и в шутке. Поэтому я его докупила, да. Вот такой вот. Нет, ну посмотрите, реально в пятером. Да, я еще думаю насчет того, чтобы, может быть, что-то сюда еще сделать. Да, тут свободное место. Но, с другой стороны, это так красиво смотрится. И без того, чтобы здесь заполнять. Ну, почему бы и нет. Следующий как раз тоже сет от Apple Music, да. Тот же самый, как и вот этот. С такими вот красивыми. Не знаю, цвет фуксии, наверное. Очень красивый цвет. Один из моих любимых розовых оттенков. Да, и я говорила, что здесь они как будто звонят по телефону. Тоже из клипа в белых костюмчиках. Мне тоже очень нравится. Красивые карточки. Все-таки я рассмотрела и такая думаю, нет. Это просто потрясающие карты. Это еще из клипа. Я люблю карты из клипов. Особенно, когда вот такие вот красивые образы. Смотрите на шухуа. Да и шухуа здесь тоже есть. Я рада. Да. Вот, очередной красивый сет. Да, такие яркие. Прям вау, класс. Не знаю, если получится, я оставлю вам ссылки на эти биндеры. И на семь, и на пять ячеек. Потому что я думаю, многие будут спрашивать. Это как раз тоже были предзаказки. Но это были к ПОКО-версиям. Вот такие вот голографические. Из клипа Life. Да, они в белых париках. И в голубых. Или в зеленых. Но они какие-то голубые и зеленые, короче. Да, ну вот эти вот очень красивые. Они с шарами, с диско-шарами. Такие вот голографические. Тоже мне нравится этот сет. Что-то в эту эру вообще как-то голографический, кстати, да, у Мейкстар. Обычно как-то были ассоциации с Мейкстаром, что голографические карточки. Но в этот раз у меня, допустим, только этот сет. Больше у меня вроде голографических нет. Да, задники черные. Вместе с ними у нас шел вот этот сет. Такой со стикерами. Да, здесь только красные задники. В принципе, тоже ничего такого интересного. Но вот такие вот со стикерами. Да, тоже из клипа Life. Можно было и эти, наверное, голографические раз один сет. Ну, ладно. Видимо, сделали из-за того, что там диско-шар. Такой, знаете, диско. Тоже, в принципе, красивенькие карты. Я вообще решила, что у меня сейчас все подряд пойдут именно из вайв. Чтобы они все у меня лежали вместе. Лежат вместе. Да, красиво. Дальше тоже из клипа Life. Да, но эти образы. Задники. Да, вот здесь вот, кстати, более такие интересные. Я тоже показывала, когда распаковывала. Да, здесь у нас идут с пожеланиями. Поэтому такие более интересные уже задники. И здесь они доктора такие. Да, доктора. И дальше будет тоже в синем парике уже следователи. Или как сыщики, следователи. Не знаю. Такие вот. Не, правда, я очень рада, что я села снимать. Действительно, это очень так хорошо. Мне нравится. И вот такие вот. Не знаю, сыщики или кто это. Здесь тоже классные задники, но они у них вот такие вот. Шукуа. Да, тоже очень-очень красивые. Да, вот этот сет, конечно, такой больше как-то заморочились. Да. Здесь вот, я не знаю, сыщики или как их называют. Смотрите, какая мион такая прям. Тоже бубочка. Хорошенькая. Мини. С поцелуйчиком. Вообще, мне нравится, когда действительно вот они во что-то переодеваются. Мне кажется, это классно. Так. У меня скоро уже битер закончится. А карты все не кончаются. Дальше сет от Саундвейва. Это, по-моему, были тоже предзаказки. Я брала. Это вот такие вот в очках. Я говорила, что есть такой сет от Фанпли. Они идут, по-моему, там не в этом образе, а в образе в шапочках. Ну, они там в разноцветных очках. И я вот тоже думала насчет того сета. Думаю, взять, не взять. Ну, в итоге, я думаю, ладно, мне достаточно этого в очках. Такие очки еще прикольные, да? Как такие дьявольские. Видите, мне нравится челка. Вот когда у нее такие светлые волосы с челочкой, когда ей выпустили, да, челочку. Не знаю, мне кажется, очень классно смотрится. Тоже красивый сет. Ничего не могу сказать. Вот. Дальше еще одни предзаказки. Написано от кого-то. Не написано, но мне кажется, это Apple Music. Но здесь хотя бы, знаете, черное, но с пожеланиями. Но, по-моему, это Apple Music. Хотя могу ошибаться. Здесь они в образах. Почему я взяла? Мне очень понравились эти образы. Из такого... Перед камбэком, перед альбомом выходил такой мини-фильм. Как раз они там были в этих образах. Таких вот красивых. То есть это даже не из клипа, а именно из мини-фильма. Поэтому я такая, о, класс. Я обычно собираю себе такие всякие разные образы. Вот. Поэтому тоже решила, думаю, надо взять. Да и образы мне, в принципе, понравились. Почему бы и нет. Ка мне нравится реально на пять ячеек. Блин, обалдеть. Очень классно. Следующий сет. Это у нас... Тоже с таким черным. Это тоже китайский. Это сет, который шел с... Они такие, знаете, плотные прям вообще. Это который сет шел с... Как? Который принцессы. Там у меня был сет. Вот они шли вместе с тем сетом. Это как обычные альбомки, да. То есть в этих же образах. Поэтому я их положу в самый-самый конец. Потому что, в принципе, образы повторяют мои же альбомочки. Да, поэтому... Ну, я решила все равно все их себе оставить. Потому что... Ну, они не очень дорогие, считаю, в карте. И в конце у меня будут вот такие карточки, которые я тоже показывала. Которые я тоже собираю. Это вот такие с пожеланиями. То есть у меня будет вот этот сет отдельно. Он тоже... Ну, они у всех от Мейкстара. Тут прям даже подписано, что это мини и сайон. Вот так сайон. Ну, я его тоже собираю. По-моему, я больше ничего не докупала. Никаких девчонок. Вот. Но я обязательно, конечно, все это докуплю. Потому что вот такие карты с пожеланиями я тоже очень-очень люблю. Они тоже красивые, классные. И вот такие вот. Это у нас тут не подписано. Но, по-моему... Вот это сайон, это юца. По-моему, так было. По-моему, зелененько, это юца. Тоже сайон, получается, у меня собраны обе. Так, бьются сюда. Вот. И все. Это будет в самом конце, но все равно. То есть у меня осталось здесь немножечко совершенно листочков. Ко мне должно прийти еще, по-моему, раз, два, три. Это из Китая. Потом у меня, по-моему, из Кореи должны тоже прийти. Также три сета. И, по-моему, еще один сет, как раз я, который с пикником докупила. То есть у меня должен, по-моему, быть так. То есть, короче, на целый такой биндер мне всего хватило. Вот такая вот красота. Я не знаю. Я очень-очень рада. И как раз, наверное, целый, да, получился. Да, смотрите. Правда, доложу еще там листочки. И будет прям полностью весь. Класс. Мне нравится. Шикарно. Давайте перейдем ко второму биндеру. Второй биндер у меня точно такой же совершенно. Только я здесь наклеила бабочку. У меня здесь какая-то гряздулька была. Я такая, а мне прислали стикеры с бабочками. Я такая, ну, очень красивая такая, тоже голографическая. Переливаешься. Думаю, почему бы и нет? Пусть будет бабочка у Айдол. Так. Тут, в принципе, все то же самое. Почему у меня два биндера? Рассказываю. Хотя давайте начнем и буду рассказывать. Этот биндер у меня начнется именно с этого сета. Это потрясающий сет с цветочками. Двухсторонние. Просто, наверное, на данный момент это мой любимый сет. Да, я давайте сейчас прям еще так раз покажу эту красоту. Это у нас были предзаказки. Нет, это, наверное, были ивенты от Мейкстара к I Love. Так, дальше у нас мион. Да, я не купила еще Шухуа до сих пор, потому что, ну, она слишком дорогая. Пока я еще что-то как-то жду, может быть, цены немножечко снизятся. То есть, действительно, вот эти карточки не такие дорогие у девчонок. Вот, все блондинки еще. А вот у Шухуа очень-очень дорогие. Да. Дорогая эта карточка. Поэтому у меня так. Но я очень хочу, чтобы именно этот сет открывал у меня вот этот биндер. Поэтому он будет у меня первым. Дальше у меня идут карты из iFill. И это будут карточки с сердечками тоже от Мейкстара. Это вот, которая с ручками. Да. Я решила, раз в двойке, да, у меня очень-очень много ивентов. Вот такие вот. То я решила для них сделать отдельный биндер. А для всех остальных, то есть это I Love, I Feel, сейчас новый альбом Iceway, да. То для этих альбомов я решила сделать другой биндер, потому что здесь у меня не так много каких-то предзаказов, ивентов, вот этого всего. Вот, да. Я, конечно, себе, так же, как и iLove, и iFill, еще выделила сеты, которые я бы хотела собрать. Есть сеты, которые мне нравятся. Да, я в свое время, в те времена не покупала вот так, как в двойке сразу, да, записывалась. Когда еще были предзаказы. Поэтому я решила, что, наверное, все равно потом со временем я себе докуплю сеты, которые мне очень-очень нравятся. Вот такой вот сет с ручками, посмотрите. Как, допустим, я начала собирать вот этот сет, да, он тоже двухсторонний, такой вот. Вот, поэтому потихонечку, так, такой, да, потихонечку я себе все-таки и докупаю что-то. Ну, сейчас нет, сейчас хватает всего, поэтому сейчас я пока не покупаю. Ну, вот есть такой сет, и его я хочу все-таки докупить. Я хочу двухстороннее докупить, там еще красная шапочка были сеты. Потом еще какие-то двухсторонние. iLove, iLove был двухсторонний сет. Следующий сет я хочу положить такой вот с бабочками. Это тоже iFill, Make Star. Опять же, Make Star, да. Ну, Make Star, давайте согласимся, у них действительно очень красивые всегда ивенты, предзаказки всегда очень интересные. И двухсторонние, и какие-то интересные образы. Поэтому их хочется купить всегда. Ну, вот я решила вот такие вот. Они тоже из концептов, конечно, альбомов, да, но как раз, по-моему, искать версии. Но с бабочками. Грех с бабочками не положить. Следующие у нас идут вот такие. Это, по-моему, да, это Визму. Такие вот красивые задники. У iFill, кстати, были, мне кажется, предзаказки более такие симпатичные, чем двойки. Это образы, по-моему... А, это как раз тоже. Это было из какого-то фильма интро или что-то типа такого. Зайдет в самый-самый первый фильм, который показали, когда объявляли о камбэке. Опять же, я говорю, что я такое люблю. Такие предзаказки, поэтому, естественно, я тоже... взяла. Они как раз за столом сидели, да, и там, по-моему, историю рассказывали. Все такие сидят. Вьются там что-то говорила, как раз рассказывала, кто есть кто. Вот, поэтому я такое тоже олюблю. Следующим образом... Так, здесь просто такой. Не помню, от кого это было. Не помню. Это образы уже из... Таких тоже, как из концепт-трейлеров или как-то, которые представляли... Каждая девчонка представляла, по-моему, какую-то песню из альбома. Так, это из их таких индивидуальных роликов. Я помню, как Минни как раз здесь у машины. Вот она как раз в машину садилась. По-моему, звучало ее как раз в песне, которую она написала. И вот она, по-моему, на кухне как раз была. Да, и Шухуа была с бигудями. Такая прям... Знаете, очень популярная карточка у нее именно с бигудями. Мне кажется, все пытались ее себе забрать. И тут, кстати, заметьте, все розовое. Следующий сет тоже от Мейкстара. Такие вот с бабочками, да, как раз. И это было как раз с теми, где они с бабочками. Это было тоже вместе шоу-сет. Они здесь, по-моему, с какими-то украшениями просто на лице. Почему я решила, кстати, предзаказки положить отдельно? Потому что я посмотрела альбомки. Естественно, мне не очень удобно. Их тоже... Их не так много, я бы сказала, в альбомах. Но все равно. Но там, знаете, есть, допустим, те же самые I Made, I Trust. То есть такие неформатные альбомки, которые... Ну, я хочу, чтобы они все вместе были, да, хотя бы как-то вот... Что-то с чем-то вместе. А тут не получится. Тут только вот такие вот все... Обычного размера, так назовем. Поэтому я решила, что... Плюс как-то предзаказки, не знаю, мне хочется, чтобы они все вместе лежали. Их много получается. И как-то, знаете, на каждую участницу делать странички, опять же. Как-то мне не хотелось. Я сначала думала сделать папку на А4, да, на 9 ячеек. Следующий у нас... А, это Apple Music. Тоже розовые такие задники. Прикольно. По-моему, здесь я докупала Сайон. Мион у меня таких две разных. И Шухуа я тоже покупала. Да, а, по-моему, Юци Мини и как раз две Мион мне прислали в подарок. И еще Полародик Шухуа, да. Но я выбрала эту Мион сюда положить. Именно вот эту вот. Вторая мне пойдет на другую страничку. Поэтому я решила, что все-таки вот такие вот предзаказки в одинаковых образах я бы, наверное, все-таки хотела видеть вместе. Ну и правда, это очень смотрится красиво. Ну и плюс альбомки у нас там 5-6, поэтому тоже неудобно. То есть это мне надо либо на 6, либо на 5. В общем, я решила, что альбомки меня все устраивает, как сейчас есть. И там как раз много места освободилось. Очень намного мне хватит надолго. Следующий у нас... А, все, я поняла. Тут у меня 5 штучек. Это такая, знаете, сборная солянка. Это от Виверса. Мион от Apple Music. И также тоже вот этот Полародик Шухуа. Положим сюда. Это те карточки, которые... Да, это вот от Виверса было. Виверсок. У меня как раз их три карты. Я подумала, что все вместе положить, в принципе, будет неплохо. То есть у Мион, да, которая вторая. Очень хорошо смотрится тут Сайон, тоже в розовом. Да, тоже Мион от Виверса. И Шухуа тоже от Виверса. Мне кажется, это тоже такая популярная карта. Прям я смотрю в разборах вообще. Постоянно за ней гоняются. Вот, в общем. Я решила, такая, знаете, сборная солянка. Пусть будет так и остается. Дальше у меня есть вот такой сет, который тоже от Мейкстара. Я тоже показывала вам. Такие вот с пожеланиями. Да, как в прошлом, к двойке тоже были. Я тоже. Но тут я купила сразу сетом. Поэтому больше я вроде в Вайлав... Это, по-моему, Кайфил, да? Да, это Кайфил был. В Вайлав я такого не видела. И в Вайфил я больше вроде такого не видела. Не знаю, короче. Поэтому вот так. Вроде все рассказала. Да. Насчет Ютуба тоже очень, конечно, все грустно. Я не знаю, что будет дальше. Вроде я грузила видео, все нормально грузилось. Но смотреть, конечно, я когда смотрю просто какой-то контент, какие-то ролики, честно скажу, это невозможно смотреть. Да. Я не знаю, как вы смотрите, пишите. Но я смотрю это просто ужасно. Мне кажется, что с мобильного, что с обычного интернета без разницы. Но грузится пока ничего. По крайней мере, мне, как автору, просто грузить видео. Я пока гружу нормально. Вот так. И еще одна страничка. Вот у меня есть такая Юце от Визму. Еще одна страничка вот такая вот у меня будет. Чисто под карточки Юце. Да. То есть я и в новом камбэке сейчас взяла там, по-моему, две ее карты не сетами. Я, честно скажу, вообще в этом камбэке я практически вообще не брала никаких пресс. Да. Я только взяла со своими альбомами. Потом, по-моему, просто сет какой-то взяла. И только карточки Юце. Предзаказки мне, если честно говоря, я смотрела. Все в основном были как альбомки. И я такая думала, мне такое не надо. Какие-то мне просто не нравились. Я не знаю, почему. Прямо здесь сердце не лежит. Поэтому я решила для себя, что, скорее всего, я уже буду потом в разборах все это докупать. По крайней мере, если смотреть по вот этим всем, которые я покупала даже в двойке. Они обычно недорого стоят. Не знаю. Я думаю, что разборы будут. Потом я себе возьму именно те, которые мне понравятся. Вот так, короче, я для себя решила. А здесь я буду как раз уже на страничку именно только карточки Юце. Вот так. Ну и на этом все. Спасибо вам большое за просмотр этого огромного видео, которое, я думаю, многие ждали. Я очень рада, что я все это разложила. Поэтому не забудьте поддержать, пожалуйста, лайком, комментарием, подпиской на канал, на телеграм. Тоже можно. Я там пишу все основные такие новости, что происходит. Ну и вдруг, если что с Ютубом, то обязательно подписывайтесь, чтобы все это знать. Вдруг какие-то будут изменения. И у меня, и у Ютуба, и у вас. Там, я не знаю, в общем. Все может поменяться в один момент. Никто не знает, что будет завтра. Поэтому подписывайтесь на телеграм, чтобы не потеряться. А на этом все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok